Ежегодно 2 августа отмечается День воздушно-десантных войск. Это особый день для тех, кто служил в ВДВ. Как известно, десантников бывших не бывает. Их называют по-разному. И крылатая пехота, и войска дяди Васи. Неизменным остаются традиции, которые десантники помнят и чтут на протяжении всей жизни. Многие мальчишки мечтают пойти служить в ВДВ. Прыжки с парашютом, высококлассная физическая подготовка, тельняшка и голубой берет. За всей этой десантной романтикой стоят большие нагрузки, выдержать которые сможет не каждый. День воздушно-десантных войск отмечается уже почти 90 лет. За эти годы он обрел неофициальное название «Праздник голубых беретов» и оброс с традициями, самое известное из которых – купание в фонтанах. Собрались десантики сегодня 94 года нам, скажем так, десантным войскам. Потому что первый раз воздушный десант был применен в 1930 году на московских тактических учениях. Вот мы теперь каждый год собираемся здесь у фонтана. Идем на возложение сначала к одному памятнику, потом к памятнику воинам-афганцам. Потом, как говорится, как обычно, три круга делаем свои возле первой школы по кольцу. И едем к детям в СПЦ, им тоже делаем праздник, как говорится, помогаем, чем можем. Внук Леша, внучка двоюродная Маргарита и жена моя Галя. А почему вот важно, почему вот вы взяли всю семью вот сюда, расскажите. Ну, вы знаете, если я возьму всю семью, все в кадр не влезут. Обязательно чтить память павшим героям во время Великой Отечественной войны, память воинам-афганцам. В частности, Петр Балыч, он десантник, он погиб. Я помню свой первый день ВДВ в 1991 году мы отмечали. Еще вот старая Сморгонь была, автобусная остановка как была, так и есть. И мы пересеклись с отцом Петра Балыша, тоже вот посидели, пообщались с ним. Попал в ВДВ по своему желанию, должен был идти железнодорожные войска, но престижно было в наше время служить в ВДВ. Подал заявление, служил в Прибалтийском военном округе, призывался. Увольнялся уже с северо-западной группы войск, в Каунасе служил. Во время переворота Пуча в Литве был, как раз на моей памяти прошло это все. Но служба была, конечно, не сахарной, но мне нравится. Мне понравилось. 21 прыжок совершил во время службы. Во время службы еще занял первое место в полку по Троеборью, первое место в округе, готовился на первенство в ВДВ, но оно не состоялось в связи с развалом Союза. Ну а так, сами знаете, если физически подготовлен, то служба не в тягость. Я, по крайней мере, в группе присоединился вот этот третий сезон, третий год уже. Потому что до этого я сам из Сашмянского района, и поэтому перевелся сюда в Смаргои, сейчас в Смаргои живу. Первые годы не мог определить, где тут дойти кого. Но потом нашел группу, да, и уже отмечаем. Уже по сложившейся традиции, на протяжении нескольких лет самаргонские десантники посещают детей из приюта социально-педагогического центра. Этот год не стал исключением. Воспитанники центра поздравили гостей с праздником, а те в ответ вручили им памятные подарки. Субтитры создавал DimaTorzok